Сегодня традиционный обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан, которое случилось 24 августа 2020 года. Хабиров сделал обширное вступление к оперативному совещанию, и было оно в основном на экономические темы. Во-первых, в строках Радий Фаридович посетовал о том, что в Республике упал индекс промышленного производства на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дело в том, что снизилась нефтепереработка, снизилась добыча полезных ископаемых. А это основа и базис нашего промышленного производства. С радостью и энтузиазмом Хабиров отметил 3% рост индекса сельхозпродукции. Собственно, это основная гордость Хабирова в области экономики. И неожиданным образом Хабиров констатировал рост аж на целых 9% инвестиций в Республике Башкортостан. Правда, он не уточнил, кто те смельчаки, которые отважились инвестировать деньги в столь нестабильный в экономическом смысле и в инвестиционном смысле регион, как Башкирия. Но, по заявлению Хабирова, экономика в его понимании показывает жизнеспособность. Здесь, конечно, нужно делать скидку на то, что Ради Хабиров неоднократно продемонстрировал неглубокое понимание экономических процессов и неумение взаимодействовать с экономическими акторами в Республике. Соответственно, доверять этому заявлению о стабильности и жизнеспособности экономики Башкирии, конечно, можно только с натяжкой. Хабиров также рассказал об инвестиционном форуме в Сибае. На прошедшей неделе прошел второй инвест Сабантуй в Сибае. Хабиров с жаром благодарил своего друга и соратника Авзалова, мэра Сибае, который сделал город опрятным, по мнению Хабирова. И даже в городе появилась целая улица с гранитными бордюрами. В общем, это очень сильно впечатлило Хабирова. Ну, собственно, о дружбе и поддержке Авзалова со стороны Хабирова я могу сказать одно и процитировать только поговорку. Покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Конечно, Авзалов это один из самых отвратительных представителей бюрократии в Республике Башкортостан, относящийся с подчеркнутым небрежением и даже отвращением к собственным согражданам. Мы все помним, какими эпитетами он наделял своих горожан. Но, в общем, конечно, дружба с Авзаловым никак не может красить Хабирова. Хабиров также сообщил о том, что на Сибайском форуме было заключено 23 инвест соглашения на общую сумму 11 миллиардов рублей. В частности, например, строительство молочного комбината в Заурале. На условиях обеспечения и гарантированного обеспечения молочным сырьем этого комбината со стороны производителей Башкирии инвесторами выступает некая московская финансовая компания. И еще один любопытный момент отметил Хабиров. Он сказал о том, что он берет под личное кураторство некий горнообогатительный проект на сумму 3,5 миллиарда рублей. И будет лично год проталкивать этот проект, значит, помогать ему сбыться в Республике Башкортостан. С одной стороны, конечно, личное участие главы республики в инвестиционных начинаниях и продвижении республики в области привлечения инвестиций – это хорошо. С другой стороны, личное кураторство чиновника такого ранга какого-то отдельного проекта, наверное, не может не настораживать. Тут нельзя, конечно, лично участвовать в каком-то предприятии на 3,5 миллиарда и не вызвать подозрений в личной заинтересованности в подобных проектах. Конечно, было бы лучше, если бы Хабиров, например, создавал равные и хорошие условия для всех инвесторов, которые приходят в Башкирию, а не для одного какого-то горнообогатительного заводика. Далее Хабиров сообщил о том, что состоялся на прошедшей неделе августовский педсовет, традиционное мероприятие перед началом учебного года. Здесь Хабиров многократно высказал свои опасения за эпидемиологическую обстановку в Республике в связи с началом учебного года. Он сообщил нам, что с 1 сентября, по его мнению, наступает новый эпидемиологический сезон, что бы это ни значило. И он, правда, оговорился, что я не говорю, что все пропало, так попытался всех успокоить. Но Хабиров сообщил о том, что в Европе растет заболеваемость COVID-19, и, видимо, нас тоже ждут тяжелые времена. Далее Хабиров высказал весьма странное и неоднозначное предположение. Процитирую его. «Проведем 2-3 недели, инкубационный период пройдет, и потом потихонечку». Конец цитаты. Ну, тут, конечно, вот это потихонечку, это уже традиционно, конечно, потихонечку, непонятно куда. А вот насчет того, что 2-3 недели проведем занятия в школе, а потом инкубационный период пройдет, ну, ведь вирус никуда не денется, и инкубационный период начнет снова отсчитываться. В общем, тут, конечно, Хабиров продемонстрировал легкое непонимание закономерности распространения заболевания среди населения. Ну, да ладно. Ну, в общем, повторюсь, что Хабиров многократно обеспокоенно заявлял о том, что 1 сентября – это серьезное испытание для республики, для Министерства образования и так далее. Вторую оперативку подряд на совещании отсутствует господин Забелин, министр здравоохранения. Видимо, он был в длительный, продолжительный счастливый отпуск, желаем ему хорошо отдохнуть. И первый доклад по мерам по борьбе с COVID-19 делал его заместитель Ирина Вячеславовна Кононова, которая сообщила о том, что в республике уже 7567 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил 33 человека, и этот прирост пока на данный момент является стабильным в течение последних двух-трех недель. Только 77 человек больных COVID-19 находятся в больницах-стационарах Республики Башкортостан. То есть падение от прошлой недели практически в пять раз. Один тяжелобольной лежит на аппарате ИВЛ, количество смертей не увеличилось за истекшую неделю. И Ирина Вячеславовна констатирует, что сейчас на данный момент 54% коечного фонда, зарезервированного под COVID-19, свободны. Ну, трудно комментировать эти все цифры. То есть еще буквально чуть-чуть, и, наверное, ни одного человека больных COVID-19 не останется в республике. Все станет настолько благополучно, что станет абсолютно уже точно абсурдным. Помните, на прошлой неделе Хабиров опрашивал Баширова по поводу тестирования прилетающих из Крыма, как они там, значит, больные, не больные. Хабиров отчитался о том, что ни один человек, который прилетел из Крыма, не показал положительный тест COVID-19. Так вот, буквально на прошлой неделе вышла информация от Елены Черковой, которая является корреспондентом Эхо Москвы. И вот она, судя по всему, подхватив эту инфекцию, находясь в одной из больниц Уфы, рассказала о том, что, ну, двое из пятерых в палате – это люди, приехавшие из Крыма с COVID-19. Что там Баширов докладывал Хабирову, что там говорит наш Минздрав, похоже, что на это обращать особого внимания и не нужно уже. Далее шел традиционный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС. И тут тоже уже вторую неделю мы не видим Бориса Владимировича Беляева, который аж до 31 августа находится в отпуске. Счастливый человек. Имеет возможность, может себе позволить так надолго и так далеко уехать из Республики Башкортостан. Выступала за него замминистра Голованова Ирина Александровна, которая сообщила о том, что, ну, особых катаклизмов в ЖКХ у нас не наблюдается. Готовность объектов к зиме составляет уже 91%. К 15 сентября будет полная готовность всех объектов ЖКХ к отобедительному сезону. Пять всего отключений холодного и горячего водоснабжения случились на прошедшую неделю в Уфе и в Октябрьском. Там, значит, практически все везде ликвидировано. Ирина Александровна в отсутствии Бориса Владимировича ведет неумолимую борьбу с нарушениями в области дезинфекции подъездов и дворов в Республике Башкортостан. Выявила еще массу нарушений от 23 на квартирных домах в 4 городах Республики Башкортостан. Видимо, Ирина Александровна лучше справляется, чем Борис Владимирович. Остается так и неотвеченным вопрос, сколько же было украдено денег в области дезинфекции подъездов и дворов в процессе предыдущего периода. Когда были выявлены после чего сотни домов, где ничего не обрабатывалось и так далее. Надо бы сейчас, чтобы, наверное, прокуратура, правоохранительные органы проанализировали отчетность организации, которым выделялись деньги на эти дезинфекции, вот эти все химикаты и так далее. То есть, ну, надо искать, наверное, потери эти, их надо восполнять, надо найти виновных, чтобы это не продолжилось и дальше. Вторым докладчиком на эту же тему был, как обычно, Морзаев Алан Викторович, который с грустью сообщил, что случилось 68 ДТП за прошедшую неделю, пострадало в них 75 человек, погибло 9 за неделю. И общее количество погибших за аналогичный период времени в прошлом году и в этом году, вот в этом году уже превысило на 2 человека показатель прошлого года. Ну, то есть, мы перешагнули через планку прошлого года. Прошлый год никак не вписывался в планы Хабирова, имелось в виду, что он добивался все-таки цифры 400 погибших на дорогах. Я уже много раз говорил и говорю еще раз, что, вероятнее всего, этот план выполнен не будет. А это было, между прочим, прямое поручение Путина Хабирову снизить смертность на дорогах в республике Башкортостан. С этой задачей Хабиров, очевидным образом, не справился. Но, выслушав Морзаева, Хабиров, как обычно, не стал эти печальные цифры комментировать. Ему очень неприятно это понимать. Видимо, они решили это дело как-то обнулить и забыть. Хабиров заговорил с Башировым о новых автобусах. Но это куда приятнее, чем говорить о недостигнутых показателях в области смертности на дорогах. Хабиров спросил, что там у нас с новыми автобусами. Баширов бодренько отчитался, что 30 пришло, и они находятся на оформлении. Хабиров сообщил, что их должно быть 100, и к 1 сентября их должно быть еще больше. И Морзаеву строго наказал, чтобы не возникла транспортная проблема в связи с началом учебного года. Но, в общем, как-то так в этой транспортной сфере у нас все очень даже печально. Завершил комплексный доклад Гумеров Фарид Рифович, представитель МЧС по республике Башкортостан. Он сообщил, что на прошедшей неделе случилось 100 пожаров. Крупнейшим пожаром был пожар на кирпичном заводе в Довлеканово. Завод полностью сгорел. 6 тысяч квадратных метров была площадь возгорания. К счастью, погибших и пострадавших там не было. Это, конечно, большая потеря для экономики республики. Довлекановский кирпичный завод как-никак был существенным и крупным предприятием. Вот теперь его у нас не стало. Кроме всего прочего, Фарид Рифович сообщил, что 20 августа поступило 38 сообщений о минировании в торговых центрах. И было эвакуировано 7 тысяч человек. Однако взрывных устройств не было обнаружено. В общем, конечно, это интересная история, потому что у нас снова пошли звонки о взрывах. В прошлый раз, прошлая волна, когда этих звонков о взрывах было много, по-разному относились к этой ситуации. Кто-то очень нервничал, кто-то считал, что, может быть, и правильно надо как-то тренироваться и быть готовым к этому всему. Так осталась непонятна природа этой волны звонков. Искали, естественно, и ФСБ, и МЧС, и все спецслужбы искали источники этих звонков. Даже были предположения о том, что они находятся где-то за рубежом. Цели и задачи вот этой массированной атаки на спецслужбы, на службы чрезвычайного реагирования так и остались непонятны. Но вот эта штука случилась снова. Третьим докладчиком оперативного совещания был Фазарахманов Илшат Илдусович, который нес, как всегда, веселые и добрые новости для Ради Фаритовича. Ради Фаритович очень любит Илшата Илдусовича. Хотя бы за то, что Илшат несет только позитивные новости. Потому что сельское хозяйство в Башкирии так здоровое и интенсивно развивается, что, наверное, скоро мы уже переплюнем и Голландию, и Израиль, и несчастную Канаду. Доложил Илшат Илдусович о том, что, несмотря на то, что дожди сдерживали уборку, но перед этим у него засуха сдерживала уборку, теперь дожди. Значит, он убирает на данный момент 14 тысяч гектар в сутки, при том, что расчетная мощность у него была 80 тысяч гектар в сутки. 32% площадей он уже обмолотил, намолотил 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. При годовом плане в этом сезоне около 4 миллионов тонн, ну посмотрим, достигли ли он его. Средняя урожайность у Илшата Илдусовича 24,8 центнер с гектара. Ну, что, собственно, по мировым меркам, конечно, очень скромненько, но для Башкирии чуть больше, чем обычно. Также Илшат Илдусович сообщил нам, что пищевая промышленность Республики Башкортостан имеет существенные резервы, потому что на данный момент она задействована только на 65%, но ввиду неконкурентоспособности товаров и услуг, которые она производит. А так как существует повышенный спрос на рынки, на продукты и продукцию сельхозпереработки, то вот Илшат Илдусович видит в этом некий задел. Ну, надо, видимо, дождаться того, когда не очень-то конкурентоспособная продукция башкирских переработки станет востребована, то есть, условно говоря, людям станет все равно, что есть, и, наверное, тогда вот эта вот перерабатывающая пищевая промышленность Республики заработает на полную мощь. В связи с этим Хабиров поинтересовался, что там у Фазрахманова с этим вот комплексом глубокой переработки зерна. Это тот проект, который начинался, собственно, еще при Хамитове. Ну, Фазрахманов как-то туманно сказал, что идет проектирование, там оплачены проектные работы и какие-то такие вот всякие вещи. Ну, надеемся, что что-нибудь у него в этом деле получится. Далее докладчиком был Хажин Айбулат Вакилович, министр образования Республики Башкортостан, и он сообщил о готовности образовательных учреждений Республики ко дню знаний и реализации проекта «Единая школьная форма». Вначале Айбулат Вакилович сообщил нам статистические данные, и, в частности, он нам сообщил, что в Республике 1310 общеобразовательных организаций, речь идет, конечно же, о школах, 520 тысяч обучающихся в этих школах и 55 тысяч первоклассников в этом году пойдут в школу. Айбулат Вакилович утверждает, что все общеобразовательные учреждения Республики Башкортостан прошли проверку и признаны допущенными к процессу обучения. На мероприятия по безопасности, связанные с COVID-19, Айбулат Вакилович освоил в этом сезоне 284 миллиона рублей. Также он вводит в школах теперь плавающее расписание уроков и перемен с целью минимизации контактов школьников. То есть теперь перемены будут не одновременно во всех классах, то есть не по одному звонку будут дети выбегать в коридоры. Видимо, это принесет какой-то результат в части ограничения контактов между детьми. Повторился Айбулат Вакилович сообщил о том, что вводится некий институт медицинских инспекторов. Это выпускники и ординаторы мединститута, которые будут выполнять эти функции надзора за учебными заведениями в части соблюдения этих правил безопасности по COVID-19. В общей сложности Айбулат Вакилович истратил на подготовку школ к учебному году в этом году аж целых 602 миллиона рублей. В среднем получается по 450 тысяч на каждую школу, на все подготовительные мероприятия, включая процессы дезинфекции. Также Хажин сообщил, что с 1 сентября все детские сады начнут работать в штатном режиме. Это очень важная история. Действительно, много точек общения появляется у нас в республике, и опасность COVID-19 резко возрастет. У нас откроются кинотеатры, у нас пойдут дети в школы, еще откроются все детские сады. Очень важную информацию, которую сообщил господин Хажин, касалась вузов. В вузах очно будут учиться только первые курсы, судя по его информации. Выпускники, то есть студенты последних курсов сразу же пойдут на производственную практику, а остальные студенты будут учиться дистанционно. Вот, честно говоря, это очень неожиданная, очень важная информация. Она, конечно, вызывает ужас у родителей, и совершенно непонятно уровень качества, который будет получен в итоге образование, которое дается в высших учебных заведениях. Невозможно учить качественно ни детей, ни студентов дистанционно. Судя по всему, конечно, качество образования в этом году и в последующие годы, как результат, в республике Башкортостан катастрофически снизится, равно как и во всей Российской Федерации. Далее Айбулат Вакилович рассказал о ходе реализации проекта «Единой школьной формы». Я лично отношусь к этому проекту исключительно как какой-то коммерческой затеей неких швейных мощностей и фирм в республике Башкортостан, которые действуют в сговоре и в соучастии с Министерством образования. То есть они берут, сейчас назначили шесть районов, там 11 тысяч детей, которые идут в первые, пятые классы, и которых коснется эта история с обязательной формой, они начинают им, простите, впаривать вот эти вот произведения Башкирского легкопрома, которые вызывают все больше и больше вопросов. Конечно, Хабиров всячески рекламирует всю эту школьную форму, рассказывает, что там все прямо очень экологично и очень все технологично. Это родные наши башкирские руки пошили вот эту форму. Однако родители не спешат покупать эту форму. Сообщается, что только 32% родителей согласились в этих шести районах приобрести эту форму для детей. Помимо всего прочего, это ведь еще и дополнительная финансовая нагрузка на семьи, на небогатые семьи в районах и в деревнях. Напомню, что в Пермском крае отказались от этой идеи введения, попытались ввести и отказались вводить эту школьную форму, потому что у родителей тупо не было денег на покупку этих, значит, красивых костюмчиков. Но такие эмпирические расчеты говорят о том, что в республике примерно 100 тысяч детей, учащихся первых-пятых классов, то есть оборот фирм-интересантов может составить порядка 500-700 миллионов рублей в год. Это неплохие деньги, особенно учитывая, что в Башкирии такой упадок вот этой легкой промышленности. А если одевать всех школьников во всех классах с первого по последний, то и вовсе до 3 миллиардов рублей можно будет извлечь из вот этой вот среды, из родителей в пользу, значит, вот этих швейных предприятий. И повторюсь, я считаю, что это вообще просто какой-то бессовестный коммерческий проект, попытка одеть всех одинаково, но за счет родителей. След за министром образования выступил руководитель комитета по торговле и защите прав потребителей Гусев Алексей Николаевич, который сообщил об организации питания в образовательных учреждениях и школах Республики Башкортостан. Господин Гусев напомнил, что Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников первых-четвертых классов, то есть начальных классов школ, это исполняется сейчас Российским государством, и Гусев, собственно, в этом всем участвует. Вот здесь начались чудеса. Господин Гусев сообщает, что во всех 1934 школах Республики Башкортостан он готов обеспечить горячим питанием школьников начальных классов. Минуточку. Буквально в предыдущем докладе господин Хажин, аж целый министр образования, сообщил, что в Башкирии 1310 школ, а у господина Гусева 1934. Разница, простите, существенная. 624 школы. То есть, если верить господину Гусеву, то количество школ в полтора раза больше, чем то количество, которое обнаружил в Башкирии господин Хажин, министр образования. Так кто же из них прав? Господин Хажин, который упустил треть школ на территории Башкирии, или господин Гусев, который на треть больше готов обеспечить школ горячим питанием. Вообще, это интересная штука. Если два почти министра настолько расходятся во мнении по одному и тому же параметру на территории Республики, то что-то надо в этой консерватории делать. Продолжая свой доклад, господин Гусев сообщил о неимоверном объеме финансирования, которое он уже практически освоил на НИВе обеспечения школьников горячим питанием. Несмотря на то, что каждому школьнику достанется еды на 55 рублей, господин Гусев в 2020 году осваивает 995 миллионов рублей. В 2021 он готов освоить уже 1 миллиард 900, и примерно 1 миллиард 900 он освоит в 2022 году. Грандиозные, большие деньги. Эти ребята вообще на мелочи не размениваются. Вот эта вот организация школьного питания с самого начала носила характер рейдерского захвата и некой такой мафиозной разборки. Вот этот вот товарищ Гусев, который прибыл неведомо откуда, значит, возглавил вот эту очень коррумпированную сферу в Республике Башкортостан. Теперь он получил субсидии от федерального центра вот аж почти на целых 5 миллиардов рублей на протяжении ближайших трех лет. Что тут скажешь? Ну, кормить детей на 55 рублей горячими обедами, пускай даже это будет субсидия, которая будет софинансироваться там родителями, может быть, на ту же сумму, но мы же знаем, что на 100 рублей, даже на 100 рублей, нельзя покормить ребенка не то, что горячим обедом, но вообще хоть сколько-нибудь полноценно. Но Гусев утверждает обратное. Он с жаром доказывает, что у них тут нарастили эти вот контрольные функции, что они самым тщательным образом, значит, проверяют, тестируют продукты, которые приходят кормить детей. Но, с другой стороны, мы видим вот это состояние, значит, того, как кормят детей. Мы знаем историю и Архангельского района, вот этого Аминева, и многих других глав. Во всех районах это сплошные, значит, нарушения, сплошные какие-то недочеты. Ну, и не дай бог пойдет череда каких-то отравлений. Но, наверное, все-таки это неизбежно, потому что при таких подходах, при таких кадрах, наверное, ничего хорошего из вот этого вот школьного питания получиться точно не может. Завершающим докладом оперативного совещания был доклад Ленара Хакимовна Ивановой об изменении порядка начисления компенсации за ЖКХ для льготных категорий граждан с 1 июля 2020 года. Уже, пожалуй, что месяц мне без конца пишут ветераны, инвалиды и прочие льготные категории о том, что у них просто взяли и тупо отобрали вот эту доплату за ЖКХ. Это 500 или 600 рублей, там по-разному у кого как. И, ну, все негодуют, возмущаются. И вот, оказывается, Ленара Хакимовна втайне реформировала всю эту историю. И случилось это по причине того, что прокуратура Республики Башкортостан выдвинула претензии к ведомству госпожи Ивановой в том, что они начисляют вот эту вот доплату льготникам неверно, неправильно, не в соответствии с федеральными нормами. Ленара Хакимовна сообщила нам, что в республике всего 664 тысячи человек получают вот эту доплату и относятся к этим льготным категориям. Это действительно очень много. То есть, учитывая, что у нас в республике живет 4 миллиона человек, ну, соответственно, это не 4 миллиона квартир, а значительно меньше, или там домов и так далее. Но 664 тысячи льготников, получавших вот эту доплату, это очень много. Это, пожалуй, что где-то, наверное, треть всех домовладений. Хотя я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее. Значит, среди этих льготников есть определенные категории. 90% из них это многодетные семьи, инвалиды или семьи, содержащие инвалидов, и ветераны труда. Вот это 90% льготников. Остальные 10% это труженики тыла, чернобыльцы, значит, и ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Ну, таковых не очень много. Напомню, что прокуратура выдвинула вот это предписание о том, что было все неправильно сделано. Оказывается, нужно не просто платить, ну, как бы там по 500-600 рублей вот этим льготникам, а нужно платить только в соответствии с начислением квартплаты, во-первых. Ну, то есть, получается, что дают не просто льготнику соответственно с тем, что вот он является, например, там, инвалидом или, например, многодетным родителем, а в соответствии с начислением зарплаты. И самое главное, в зависимости от того, есть или нет у этого человека задолженность по ЖКХ. Федеральные требования выглядят так, что, во-первых, сумма этой компенсации зависит от суммы начислений, а во-вторых, она завязана на дисциплину платежа. То есть, если льготник, вот этот вот инвалид, многодетная семья или еще кто-то имеют задолженность по платежам ЖКХ, им эта доплата не полагается. То есть, ситуация еще более ухудшится, по сути, получается. В общем, вот июль и часть августа у Ленара Хакимовна ушли на ликвидацию вот этого несоответствия с законодательством Российской Федерации. В итоге люди не получали эту выплату. Ленара Хакимовна столкнулась для себя с очень сложной задачей, которую ей поставил Федеральный Центр. И теперь она, не справляясь, на самом деле, с этими функциями, будет выплачивать эту компенсацию не через месяц, как было раньше, а через два. То есть, вот результатом действия и оптимизации Ленара Хакимовны стало, во-первых, удлинение сроков выплаты. Во-вторых, теперь это все будет завязано на факт оплаты ЖКХ. А мы знаем, как у нас не всегда корректно учитываются эти оплаты. Это значит, что еще какое-то количество людей недополучит эти выплаты. Более того, Ленара Хакимовна сообщила нам, что 25% льготников, вот из числа вот этих 664 тысяч льготников, уже имеют задолженность по ЖКХ, и 20% льготников, они имеют задолженность более пяти месяцев. То есть, ситуация там более чем плохая. Если раньше эти деньги хоть как-то людям помогали выживать, покупать какие-то дешевые продукты или еще что-то, то есть, они все-таки распоряжались им по собственному усмотрению, то сейчас они и вовсих не получат. В общем, конечно, госпожа Иванова в очередной раз подтвердила нам свою системную недееспособность. Как только она сталкивается с какой-то задачей, она теряет управление ситуацией и усложняет жизнь своим собственным подопечным, тем людям, о которых она должна бы на самом деле заботиться. Мало того, что она сама допустила неправильное начисление вот этих вот, значит, выплат. То есть, она что, не знала, что не так нужно начислять уже какой-то длительный период времени, эти выплаты начислялись не по закону. А теперь еще исправляя собственную ошибку Ленара Хакимовна, в итоге, ну, фактически лишает людей там на месяц, на два вот этих вот выплат. То есть, люди за вот эти положенные деньги за август, они получат в октябре, по словам Ивановой. Когда они получат деньги за июль, я так и не понял. То есть, это вот результат. Вот судите сами, насколько госпожа Иванова вообще может сидеть в этом кресле. Но что бы она ни делала, это всегда какая-то ошибка и катастрофа. Равно как обширным было вступление к этой оперативке со стороны Хабирова, также обширным было и заключение Хабирова на этой оперативке. Все мы с напряжением ждали, когда же Хабиров что-нибудь скажет про Куштау. Несомненно, эта тема была центральной всю предыдущую неделю, но на оперативке до этого момента ни слова про Куштау не прозвучало. Однако Хабиров, как бы выдержав интригу, в своем заключении говорил исключительно только про Куштау. Судя по всему, в администрации Хабирова за выходные очухались, осмыслили то, что произошло и выбрали определенную тактику и стратегию. Можно смело говорить о том, что они выбрали тактику и стратегию деприватизации башкирского содового комбината. Хабиров начал свое заявление с таких слов. «Мы должны взять на себя всю ответственность за БСК в условиях полного взаимного непонимания с акционерами, физическими лицами. Сырьевой базы у них нет, а у нас есть свое видение. И я поручаю Минзему проанализировать законность сделки с госпакетами акций по каустику Соди». Это речь идет о 2010-2013 годах. «Пакет был размыт в результате различных сделок», — заявил Хабиров. «Необходимо выяснить, был ли нанесен ущерб республиканскому бюджету, и мне нужны быстрые решения», — заявил Хабиров. Конец цитаты. Но, понятно, Хабиров решил с наскоку и быстро реприватизировать крупнейшее в Европе и одно из крупных в мире производство каустической соды, которое многие годы принадлежало, по сути, частным лицам, хотя 38% этого конгломерата соды каустик принадлежит Республике Башкортостан. Более грандиозного заявления и более спорного решения, наверное, принять было нельзя. Мы уже говорили о том, что, ну, совершенно непонятно, если у Хабирова есть какое-то тайное решение сырьевой проблемы соды, то и он готов его реализовать, когда отнимет акции обратно у этих физических лиц акционеров, но тогда это похоже на некий намеренный рейдерский захват, потому что, ну, в общем-то, разговор о сырьевой базе соды идет 10 лет, и вот это тайное решение всю дорогу хранилось в тайне, а теперь, когда они отберут у акционеров эти акции, то они реализуют это сырьевое решение. Каким это будет решение? Почему мы до сих пор не знаем о нем? Нас, кстати, беспокоит формат этого загадочного решения, потому что вдруг опять Хабиров решит разрабатывать какую-нибудь гору или гумеровское месторождение. Ну, то есть, недопустимо держать в тайне это решение. И повторюсь, почему это решение не было предложено акционерам соды, когда все было нормально? Ну, не может не поражать, конечно, вот этот вот переворот в воздухе с переобуванием в отношении акционеров. Еще совсем недавно с ними целовались за СОС, обнимались и благодарили за неимоверную финансовую помощь и поддержку республики и огромным дивидендам, которые эти акционеры платят в казну региона, а теперь, значит, возникло полное и взаимное непонимание с этими акционерами физическими лицами. Но иначе как революционным подобное решение со стороны Хабирова, конечно, расценивать нельзя. Далее, даже в завершающем моменте оперативки дали краткое слово госпоже Полянской, руководителю Минзима имущества, на которую теперь возложена вот эта тяжелая задача по поиску нарушений в сделке Каустик-Сода 2013 года. Полянская, правда, отговорилась с тем, что у нее огромный объем документов, которые ей нужно проанализировать. Она создала некую рабочую группу юристов, и они будут рассматривать там все вот эти нюансы под лупой. Также Полянская сообщила, что она рассматривает варианты судебного взаимодействия с собственниками БСК или даже, значит, привлечения силовых структур для решения этой проблемы. То есть речь идет о том, что Хабиров и его команда самым решительным образом настроены отжать у собственников БСК их актив и забрать себе. При этом они знают какой-то тайный рецепт, как обеспечить соду сырьем. Потому что в противном случае Хабиров выкупит или отнимет силовым образом в пользу республики некий чемодан без ручки. Комбинат без сырьевого обеспечения никому не нужен. По некоторым данным сырье на шахтау, той уже заканчивающейся площадке, есть еще на 2-3 года, может максимум на 4, и там уже все закончится. То есть такой комбинат никто не будет кредитовать, такой комбинат не будет работать эффективно. Естественно, он не будет конкурентно способен и зачем вообще он нужен республике Башкортостан. Особенно если речь идет о выкупе вот этих акций у акционеров по какой-то реальной цене, а чаще всего в такой ситуации она становится резко нереальной, потому что покупатель это прямой интересант, который хочет купить, а значит цена резко возрастет. Если Хабиров планирует выкупить у акционеров за какие-то существенные деньги, а уже звучат суммы 50 и 70 и более миллиардов рублей, ну это существенная цифра и надо ли нам республике покупать вот эти вот активы за такие деньги, чтобы потом значит их неимоверно долго отбивать, если это вообще возможно, я не знаю. То есть как и многое, что делает в экономике Хабиров, это весьма сомнительный процесс и тут конечно нужна экспертная оценка. Уже заговорили о том, что партия силового решения вопроса Куштау, который возглавлял Сидякин, потерпела оглушительное поражение, а партия в администрации Хабирова, которая была за отъем БСК и ее возглавлял господин Баширов, она в общем-то победила в этой борьбе. Многие уже предполагают, что Хабирову уготован некий сценарий Фургала, потому что ну собственники БСК это очень непростые, очень состоятельные, очень могущественные люди и они вполне в состоянии организовать Радио Фаритовичу. Вот подобный сценарий, который случился с губернатором Фургалом, когда выявились какие-то существенные криминальные аспекты в его деятельности, он был этапирован в Москву, арестован, а по сути это было некое действие внутри какого-то конфликта и разборок за крупный промышленный актив. Я не знаю, будут ли акционеры и интересанты башкирского содового комбината предпринимать такие вот экстраординарные меры в отношении Хабирова. Безусловно, что подобная война может случиться только тогда, когда стороны поймут, что они никак не договорились между собой. В принципе, наверное, акционеры готовы бы и продать эти акции, но только за, скорее всего, неимоверные деньги, которые перекроют все их хотелки, пожелания и перспективу прибыли на ближайшие годы. При этом, ну, Хабирова этих денег нет и взять их неоткуда и так далее. Еще непонятно, как относится федеральный центр к вот такой перспективе решения этого вопроса настолько радикальному решению. Также, конечно, неизвестно, а вернее, наверное, уже печально известно, как отразится подобное действие на инвестиционном климате в республике. Наверное, потенциальные инвесторы не могут обратить внимание, не обратить внимание на то, как, значит, легко руководство республики может отбирать крупные предприятия у частных собственников, если таковое событие случится. В общем, тут, конечно, больше вопросов, чем ответов, но еще раз повторю, вот эта история, вот эта вот позиция, которую теперь оглашает Хабиров и которую уже с завыванием подхватил там Башинформ, она, конечно, поражает своей простотой и примитивностью. И очень много вопросов, очень много таких нехороших вопросов возникает к этой инициативе. Слишком, ну, отчетливо торчат там уши и Баширова, и многих других интересантов. Слишком многочисленные предположения о том, что здесь кроется в основном частная корысть конкретных чиновников нажиться на вот этой истории. Ну и, конечно, нельзя не забывать о том, что, в общем-то, ведь история слияния каустика и соды, это была личная и тоже такая очень ангажированная схема и операция, которую провел Рустам Хамитов в свое время. И, по утверждению некоторых аналитиков, Рустам Хамитов делал это абсолютно небескорыстно, получив весьма существенный гонорар за это слияние. Как быть с этим? Как это все откатывать назад? Потому что, ну, в Российской Федерации принято прикрывать подобные сделки неким покровительством там в высших кругах власти. И я абсолютно уверен, что когда Хамитов сливал соду с каустиком, помимо собственных интересов, он, конечно же, тщательно учел интересы многих московских чиновников вплоть до самых высших эшелонов власти. И эти силы, конечно, сейчас не порадуются тому, что Хабиров пытается откатить эту сделку, которая, ну, вполне себе принесла им хорошие дивиденды. В общем, конечно, если дальше все это будет развиваться по этому сценарию, нас ждут очень веселые времена. Нас ждет, пожалуй, что четвертая содовая война, и, ну, связанные с этим всеми последствиями. В общем, будем наблюдать не без интереса и с замиранием, как говорится, в груди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова